друзья всем привет привет всем думающим людям все аудитории канала днк рад в это вечернее время быть вместе с вами спасибо что и вы с нами друзья сегодня вот этот эфир это будет такое видео поддержки и видео для того чтобы вот эту жизнь которую каждому предстоит жить свою жизнь мочь жить так вот скажу каструбатенько но зато правдиво и у всех есть какие-то планы и сложности и трудности и задачи и на все это нужны силы а мешают стрессы и в общем то как этому агрессивно скажем так как агрессивной среде противостоять а может быть начать не противостоять а взаимодействовать с ней и друзья с огромной радостью представляю вам сегодняшнего нашего гостя хасай магомедович алиев хасай добрый вечер читайте свой стих который вы написали я его вчера написал потому что я картину все заканчивают там глаза видишь и там поэтому я вспоминал людей когда вот смотришь в глаза и и бывает такое состояние когда в этих глазах ты видишь бесконечности когда одновременно человек как бы с тобой разговаривать и в то же время там такая глубина поэтому я написал мы никогда не поймем друг друга потому что душа бесконечно а слова конечные только в стихах мы можем сказать в рифмах которых вечность не важен цвет но это те глаза кто глубже всех задумывается и одновременно там и здесь безмерной глубине в глазах которых разом все от этих глаз не оторвать глаза и не забыть их из их космоса родника вовеки не испить так без к так бесконечно глубина глубока душа твоя любовь моя глаза как зеркало души когда как космос ты в котором разом я и ты вот мы все космосы вот я в том смысле что люди как как раз зеркало души имеется ввиду что душа то она бесконечная а ситуация конечная обстоятельства конкретные и вот когда одновременно мозг человека так устроена я еще одну интересную вещь понял не могу не поделиться значит я вспомнил борщ как варит искусная искусная хозяйка борщ варит она берет разные разные продукты и делает композицию и она может сделать такую искусную композицию совершенно разных продуктов и вот сейчас я создал упражнение которое может помогать всем в любое время дня и ночи потому что я могу сейчас его показать там тоже элементы самые разные но композиция так построена что человек который один раз увидит сразу потом всю жизнь может этим пользоваться и вот что интересно алексей там как раз эти вот эти разные элементы разные элементы как раз таки это доказывает что все подчиняется единым законам природы например там есть элемент как мама ребенка покачивает и он успокаивается и там есть элементы обратил я внимание в свое время что человек когда нервничает тоже покачивается или ногой качает и легко и туда-сюда по комнате или например волна плечется в море волна плечется а я обратил внимание что то же самое если человек сидит и вот так вот плечется у него тоже стресс снимается то есть закон и природа одни и те же просто надо было их увидеть в разных областях соедините в едино воедино и представить но это моя так сказать работа потому что я психофизиолог и я вижу в разных областях одни и те же закономерности и свожу их воедино в своих упражнениях я сейчас могу показать с удовольствием очень интересно я актуализирую еще раз вопрос друзья мы сейчас понятное дело что живем в мире такого количества стрессогенных факторов что просто вообще диву даюсь как человек выживает ну а в современные вообще современные имею ввиду вот эти последние события ну так и подавно я уверен что необходимые инструменты и такие инструменты самопомощи которые человек себе может применять для того чтобы самое главное менялась качество жизни я уж молчу о том чтобы действительно решать проблемы как это выглядит хасай это очень просто дело в том что в методе ключа использованы именно такие упражнения созданные почему это уникально потому что люди это инстинктивно и сами всегда делают они всегда делают это когда они нервничают решают какие-то проблемы они невольно испытывают некие такие вот подсказки тела но очень часто не обращают на это внимание потому что когда человек нервничает напряжение повышается и мозг так устроен что автоматически тело само пытается помочь человеку решить проблему ну поскольку это не озвучено не сказано не показано люди не обращают на это внимание потому что человек может управлять только тем что им осознанно все остальное управляет им ну например когда человек сидит спокойно да думает о чем-то задумался глубоко и в это время допустим его спросили о здоровье его мамы как только он вдруг подумал и побеспокоился стал переживать и невольно начинает вот так раскачиваться потому что напряжение поднялось и он его снимает невольно автоматическим колебательным действием но он не обращал на это внимание я обратил на это внимание и вот я вот с кем-то разговариваю спокойно разговариваем я ее спросил как мама себя чувствует и вдруг она начинает качаться так вот все упражнения ключа основаны на инстинктивных реакциях человека которые он и так это делает всегда он это когда нервничает он ходит туда-сюда по комнате он это пальцами стучит он это голову чешет то есть он повторяемое движение он и так делают только я ему рассказываю как специалиста вот видишь что ты делаешь вот сейчас мы детей как обучаем чтобы они меньше нервничали чтобы лучше экзамены сдавали ну я наблюдаю за ребенком какие он делает повторяемые движения ну например он сидит и на стуле и вот так вот делает а мама ему говорит сосредоточься сиди спокойно а у него напряжение еще выше потому что ему организм подсказывает вот так делать надо усиленную волю это преодолеть себе еще вот этот конфликт вызывает еще больше напряжения а я тогда ребенку сказал пять минут качается сколько хочешь и он качается сколько хочет а потом даже через две минуты говорит а долго еще качаться я дурачу такое да надоело уже то есть уже напряжение смес нет например пример простой пример смотрите я могу сейчас до всех дать упражнения все могут попробовать и сразу вспомнят как они это и сами а потом я задам вопрос да хорошо есть ключевое дыхание я это назвал ключевым дыханием и оно пошло по всему миру есть ключевое дыхание дело в том что люди сами инстинктивно это делают момент когда они засыпают и момент когда они просыпаются я это осознал и оформил словами и вот если сейчас желающий возьмет одну минуту буквально одну минуту допустим у него стресс большой а он одну минуту думая о чем думается переживая о чем переживается может сидя может лежа может хотя по комнате может даже в беге пожалуйста если одну минуту переживая и думая о чем думается время от времени в течение одной минуты прислушиваться вдох теплее или выдох теплее буквально через минуту напряжение в два раза уменьшается то есть если было страшно если в дико болела голова или человек не мог заснуть то за одну минуту он потом завтра просыпается и не заметил как заснул то есть это удивительная штука называется поэтому ключевое дыхание вот давайте все попробуем думаете о чем думается вот это важный момент потому что человек не понимает что имеется ввиду думаете о чем думаешь и особенно когда говорят не думаете о плохом да 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 скорее напряжение увеличивается а здесь как раз думаете о плохом то есть если лезет вот эта мысль негативная не надо ее прогонять потому что она сама уйдет она сама уйдет если вы сделаете ключевое дыхание думаете вот вам неприятно допустим допустим там ребенок двойку получил ну да мало ли чего или там школы задержался ну мало ли чего вот переживайте переживайте и в это время одну минуту буквально до прислушивайтесь вдох у вас теплее дыхание меня иногда спрашивать носом дышать или нет носом конечно это лучше если научитесь носом дышать вообще масса болезни уходит так носом да вдох теплее или выдох теплее объяснять пока механизм не буду если кто спросит объясню пожалуйста да и в этот момент отпустите тело пусть качается пусть качается как волна плещется на море вот видите вот второе действие соединяем одна минута и через минуту увидите какое состояние будет такая безмятежность благоденствие это такое ощущение которое бывало иногда которое бывало лучшие моменты лучшие моменты когда вот такая защищенность такая вот такая успокоенность на глубине души такое покое дело в том что может показаться это потому что я говорю нет нет вы сами потом сделайте пожалуйста будет то же самое это закономерность механизм работы нервной системы пожалуйста и плещитесь как вот волна или сюда или сюда и вот это вот будет уже прием волна ключевая волна вот соедините ключевое дыхание с ключевой волной и потом вспомните что именно мама она скачала именно прислушиваясь к нашему напряжению то чаще то медленнее то же самое здесь когда вы больше переживаете когда вы больше нервничаете у вас будет чаще покачивание а когда вы спокойнее у вас будет медленнее тогда вы сейчас моделируете себя как младенец на руках у мамы очень интересно получается что и мама тоже испытывает какую-то тревогу из-за того что ребенок испытывает тревогу и получается как синхронизируется с тревога ребенка а потом вместе качаясь ну это мне не понаслышке потому что я это проделываю каждый вечер поэтому я полностью понимаю чем речь идут теперь я как теперь я понял почему хочется качаться это интеллективная интенция тела для того чтобы себя успокоить и ребенка успокоить и ребенок таки успокаивается да 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 точно 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 самое интересное самое интересное мама когда она вот чем-то занята там у нее допустим на печке кастрюлька стучит кипит она с ребенком допустим и вот она его так трясет а потому что она одновременно и за кастрюлька и за ребенком а вот когда она пошла выключила печку пришла и стала тогда у нее лучше получается тогда ребенок быстрее вот это интересно и поэтому если мама хочет наладить отношения с ребенком но допустим ребенок уже постарше но поссорим ну мало ли чего бывает это у всех так вот она вот если сама покачается в соседней комнате допустим например если вот волна не подходит а она может сделать это шалтай болтай просто стоит покачивается и переживает 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 и через минуту потом села взгляд пустил рассеянный и вдруг заметила и покачивает а уже не переживает и приходят хорошие мысли потом опять с ребенком разговаривает и ребенок успокаивается гармония наступает так вот Сначала это как упражнение, несколько раз в удобное время дома поделать, превращается в приём, а потом превращается в навык. Уже ты же не будешь это делать, допустим, ты на собрании выступаешь, ты же не будешь там стоять, качаться, там ещё чего-то. Дома, это домашняя работа. Потом будет навык, и уже не надо и приёмы иногда делать, просто вспомнил эту безмятежность, и тебе легче стало. То есть правильно я понимаю, что регулярная практика, ну скажем так, общий уровень тревожности человека снижает потом? Да, да, безусловно, безусловно. Это мне философ звонит, такой философ звонит, ну как мне поступить, я должен ему написать, что я сейчас занят очень важным делом, мамам, детям объясняем, как снимать стресс. В том числе и бизнесменам, и другим профессиям, да, которые тревожатся, да, что-то говорить, друзья. Да, конечно, бизнесменам тоже, а как же. Стресс, тревога, страх, курс летит, хватит ли бумаги, чтобы перечислять примеры, от чего человек испытывает тревогу. Особенно бывает тревога даже иррациональная, и даже, в общем-то, без какого-то явного, явной причины такой, ну как бы, когда это невыраженный страх чего-то. А сейчас понимаем, есть чего бояться. Да, вот раньше даже была книжка, вот такая называлась «Ген с тревожным компонентом». Ну, то есть, есть люди, которые вообще без причины тревожатся. Вот в этом смысле, пока вы ответите, мы в прямом эфире, друзья, такая жизнь, это еще интереснее. И сформируется ли толерантность к этому упражнению? То есть, нет ли такого, что, чтобы выйти в какое-то ровное состояние, нужно будет первый раз там потренироваться, поработать 20 минут, потом придется полчаса, потом час? Не-не-не, наоборот, наоборот. Чем больше мы практикуем, тем меньше нужно времени. Навык становится навыком. Пожалуйста, очень многие люди, то же самое медитация, это же та же самая медитация. Или это та же самая цигун, упражнение цигун. Это то же самое, там же лежит то же самое состояние. Вот в цигуне есть так называемый спонтанный танец. Когда человек начинает упражнение цигуна, и вдруг тело начинает ему подсказывать. Это и у шаманов, танец шамана, когда они выходят на состояние свободы сознания, блоки снимаются, у них тело само начинает подсказывать. И поэтому это есть в природе, и в хороводах это есть. И вот если вы вспомните сейчас, Алексей, у нас же, когда люди за столом вечеряют и песню поют, они же так раскачиваются. Они же покачиваются, точно. Да, конечно, это все в культуре, конечно. Да, 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 ну и просится покачаться, да. Почему? Чтобы получить, получается, как бы дополнительные факторы некого автоколебания, некого транса, да. То есть человек хочет, не человек хочет, а некая природа телесная, психика пытается разгрузиться. Синхронизироваться, да, да, синхронизироваться с текущим напряжением. Это очень правильно вы сказали, Алексей. Дело в том, что материальное тело, материальное тело пытается согласоваться, войти в союз, в гармонию с душевным состоянием. С гармонией между душой и телом. И человек всегда, если получает в каких-то движениях, на физкультуре, в йоге или еще где-то, в танце, согласие между действием и текущим состоянием в тот момент, у него сразу стресс снимается. Поэтому любой человек может вспомнить в детстве, например, что он любил делать. Например, девочки любили крутить обруч, холохоп, холохоп. А кто-то любил, например, в волейбол играть. Если он вспомнит это движение, которое ему нравится, и время от времени у себя дома будет имитировать это движение, чисто как артиста, без всякого волейбола, просто делать это движение. Полминуты делать это движение, вдруг он вспомнит, как он в детстве это делал, с какой любовью. Он даже вспомнит, как в спортзале он стоял, даже запах этого спортзала, да как другие дети рядом стояли. То есть, когда он делает из памяти действие, которое приносило ему облегчение, улучшение, комфорт, он это может имитировать в виде упражнения без всякого спортзала. Интересно, то есть, приходит не только, ну как бы за дублированием, повторением когда-то сделанных движений, приходит то же самое состояние. Правильно ли получается? Да, да. Интересно. А вот интересно. Да, да, простите, почему это актуально? Я еще раз хочу прояснить и актуализировать, почему это важно. Ну вот я думаю, что многие зрители согласятся, что в состоянии стресса, тревоги и эмоциональной такой неадекватности, нестабильности приняты в нашей жизни не лучшие решения. Спонтанные, которые потом приводили либо вообще к каким-то катастрофам, либо просто пошла жизнь по плохому сценарию. То есть, если применить эту практику, если вот, например, стрессовая ситуация, а решение принимать надо прямо сейчас, можно ли как-то соединить эту методику, чтобы, скажем, ну не знаю, там стоять, качаться так, как просит тело, и в это время принимать, собственно говоря, судьбоносные решения? А так спортсмены, тренеры делают, великие тренеры футбола, хоккея. Некоторые сидят вот так, когда они наблюдают игру собственных питомцев. Один сидит как попами смотрит, а другой сидит, качается. А у каждого, кстати, вспомните. У каждого своя манера, да. Поэтому ключ – это подбор. Подбор действий, которые подходят лично к конкретному человеку. Это не шаблон. Поэтому, если человек перебирает разные варианты движений и находит то, которое ему приятнее всего делать, это его движение. Поэтому, пожалуйста, если он дома время от времени, допустим, начал он пять дней подряд, как упражнение, а потом один раз в неделю, а потом только в остром случае. И у него вырабатывается навык, когда он может это делать бесконечно, в любое время, в любом месте. У него уже, ему не надо уже об этом задумываться. У него уже это становится чертой характера, чертой личности. Это свойство. То есть он и так таким был, просто он теперь делал какой-то период осознанно. И поэтому у него новое качество появилось. Теперь он более эффективно мыслит. Вот это интересно, эффективно мыслит. Вот пишет миссис Венецианка. Или победит социализм или капиталистические варвары? Судя по характеру вопроса, миссис Венецианка, кажется, вы по этому поводу испытываете тревогу. Я думаю, что Хасай Магомедович не ответит на вопрос, победит социализм или капитализм. Но с тревогой с вашей точно поможет справиться. Для этого и существует сегодняшняя наша встреча. Сейчас у нее спросим, вот она задала вопрос. Пусть она ответит. Что она при этом испытывает? Например, нервная дрожь, или она в этот момент пальцами стучит по столу, или жвачку живет. Снимается в животе, может быть, и в виде капитализма, который побеждает. Пусть ответит, пусть ответит, и мы подскажем, и скажем. И вот это при вере все научатся, да, конечно. Ну, ответьте, миссис Венецианка, в чат. Что вы испытываете при мысли, что может победить варварский капитализм? При волнующем вопросе, в любом, в любом. Вопрос-то любой может быть. Например, завтра на экзамене что вы получите? Или там, как с мамой помириться? Допустим, или там, папа заболел, как помочь ему? Вот, допустим, как помочь отцу своему выздороветь? Вот он лежит, допустим, не дай бог, конечно, но вдруг заболел там. Инсульт какой-то, не дай бог. Вот как ему помочь? И вы нервничаете. Вот наблюдайте за собой, что организм при этом делает. И усильте этот момент на 10-20 секунд. И вы увидите, что вы успокоитесь, но вместе с этим вы начнете понимать, как ему помочь. Вот же в чем дело. Поэтому, Алексей, я скажу сейчас главное, главное скажу. Что нужно всем понимать, что когда люди принимают таблетки или пьют вино, чтобы успокоиться, чтобы успокоиться. Но мы сейчас как раз таки против этого, мы за то, чтобы человек, поскольку у него эндорфин и так есть в организме, надо просто его включить. И когда он делает эти упражнения, у него включается эндорфин. Ну, нужно всем понять сейчас очень хорошо, что главное не в расслаблении, а главное в том, что когда мы снимаем лишнее напряжение, мы начинаем лучше понимать, что нам нужно делать. И меньше делать ошибочных действий и решения. Конечно, в этом вся суть. А то вот люди говорят, как расслабляться. А зачем вам расслабляться? А для того, чтобы голова лучше соображала. А вот ответила миссис Венецианка, мне для снятия тревоги нужна победа социализма. То есть, как бы ставит какой-то внешний фактор причиной своего спокойствия. И я чувствую желание, пишет, закопать капиталистов. Наверное, это в переводе... Ну, она, видимо, не хочет этот вопрос решить. Потому что если она снизит напряжение лишнее, этот вопрос решится. Или появится ясность, как его решить самой, либо может быть актуальность его... Конечно, конечно. Конечно. Или она поймет, что это вообще не тот вопрос, который ее на самом деле волнует. Очень интересно. Иногда бывают люди под влиянием моды... Медиа. Да, медиа. Они озабочены такими вопросами, которые на самом деле не их вопросы. Как только человек успокоится, он понимает, что его на самом деле волнует. И понимает, как это достичь своих желаний. Поэтому же йога существует, поэтому медитация существует, поэтому молитва существует, поэтому мантры существуют. Для того, чтобы человек время от времени успокаивался, выходил из вот этой жуткой задействованности в ситуацию, в рутинную ситуацию. И начал понимать, кто он, что он, куда он идет, чего он хочет, и как быстрее этого достичь. Для этого же все существует. Вот эти методы всякие. Саморазвитие, самосовершенствование. Хосе, расскажите о своем институте, который вы основали, и о школе. Что там в лабораторных условиях вы исследуете? Я раньше исследовал в лабораторных условиях много лет, а сейчас 7 лет. У нас школа человек будущего homo futurist. Независимо от религии, независимо от национальности, независимо от страны, то есть географии, независимо от возраста. Все люди там из разных стран. Мы вместе создаем науку человечности. И оказалось, что когда человек выходит из стресса, в состояние безмятежности, вот соединяется с душой, с глубиной покоя души, с вечностью, когда он соединяется с вечностью, решает какой-то вопрос, то у него вопрос решается правильнее, потому что согласовленнее с законами природы. Об этом великие писатели писали, и Толстой писал, и Достоевский писал, и Гоголь писал. Ну, разными словами об этом писали. Но я как по науке говорю, что, в принципе, все законы природы едины, поэтому в свое время было сказано «Бог един», для того, чтобы люди между собой общались и сохраняли человечность, человечность сохраняли. И сегодня нужна наука человечности, потому что определить понятие, что такое любовь, что такое сострадание, что такое созидание, что такое сотрудничество. Определить, потому что сколько людей на планете, каждый по-своему понимает. Оказывается, вот любовь на самом деле в глубине своей имеет вот эту безмятежность, защищенность, вселенское состояние вот этой бесконечности. Это очень интересно. Мы как-нибудь в следующий раз, Алексей, будет у вас желание, мы можем над философской темой поговорить. Очень-очень интересуют эти темы. В этом смысле вот у меня вопрос. Как вы думаете? Вообще возможно, я просто этим вопросом задаюсь, порой слишком болезненно. Есть ли шанс у человечества создать не то, что идеальное, я уж молчу про идеальное, но хотя бы сколько-нибудь здоровое общество. Потому что сколько не идут времена, сколько не меняется человеческая форма, а содержание человека как бы остается одним и тем же. Несовершенным, склонным к порокам, склонным как раз к взаимоистреблению. То, что мы тоже сейчас наблюдаем в разных уголках нашей планеты. Войны не утихают, ненависть никуда не уходит. Возможно ли, есть ли шанс у человечества создать, не говорю идеальное, но хотя бы здоровое общество, справедливое общество любви, уважения и взаимовыручки, взаимоподдержки? Я думаю, сегодня нет на планете человека, который тем или иным образом об этом не задумывался. потому что сегодня на планете на самом деле турбуленция, потому что мы переходим из освоения одного вида энергии на следующий уровень. Мы ведь каждый раз испытываем эту турбуленцию, когда, например, от механической энергии переходили к электрической, или потом к атомной. Ну, всегда возникает... Пазовый переход. Да, да, конечно, конечно. А сейчас цифровизация, а сейчас новый переход. И когда происходит переход, как говорят китайцы, чтобы вам жить во время перемен, ну или там, наоборот, не жить во время перемен, но это отмечено тысячелетиями, что эти переходы, люди теряются. И вот здесь как раз таки всё зависит от личного участия каждого в человечности. Если он сохраняет в себе человека, то есть общечеловеческие высшие ценности, любовь, сопереживание, вот это сострадание, если у него есть, если он это независимо ни от чего сохраняет в себе, значит, есть у нас шанс. Есть у нас шанс. Потому что именно в точке, когда вот инстинкт самосохранения начинает конкурировать с потребностью человеческой к развитию, к ощущению и к пониманию, что чувство бесценности живого, вот это вот, вот это самое главное, о чём Толстой говорил, что смысл жизни в продолжении жизни на Земле. То есть, когда человек до этого доходит, то уже прекращаются всякие конфликты. Просто до этого дойти надо, это же не каждому даётся, потому что люди, бывает, не высыпаются, люди, бывает, там, ну, как-то загнанные, решают какие-то вопросы, которые вообще не их вопросы. Ну, мало ли чего там в жизни происходит, конфликт, начальник ему поручает, например, какие-то поручения, а он думает в этот момент о том, как ребёнку штаны купить. И у них конфликт. Так вот, чтобы конфликтов не было, надо как раз-таки, сколько йога существует, а сколько людей в Индии йога спасла в своё время, потому что таблетки были дорогие, а люди за счёт йоги, очень много за счёт вот этих дыхательных практик, там, этих самых телесных практик, ведь сколько они выжили, это же в Индии же огромное количество людей, йога, почему она существует до сих пор, она помогает людям, но вот теперь ключ, раньше ключа не было, а теперь ключ начинает помогать, и поэтому у нас в школе человек будущего, хомофатуруса, из очень многих стран, люди, и мы все вместе создаём науку человечности. То же самое, да, это очень важно, потому что это будет общее понимание этих общечеловеческих ценностей, что такое любовь, уважение и так далее, вот это же надо понимать, потому что, я просто хотел сказать, любовь – это не просто эмоциональное слово, потому что, когда мы говорим «любовь», например, к ближнему, ну, я когда студентом был, я не мог понять, как я могу любить своего соседа, который пьяный приходит и всё время в стенку стучит. Оказывается, это не эмоциональное только слово. Вот это же и надо разбираться, потому что есть любовь, а есть уважение, есть человеческое отношение. Вот эти разные немножко вещи, это всё надо разбирать, как науку, чтобы все понимали одинаково, потому что именно из-за разночтения базовых слов общечеловеческих ценностей, разночтения. Поэтому и конфликты происходят. А ещё вот мы видим, да, в истории попытки реализовать какие-то большие там сверхпроекты, сверхдержав, всё это упирается и ломается как раз об несовершенство человека, не то чтобы несовершенство, но в принципе человеческий фактор. И, наверное, вот Советский Союз пытался в отдельных своих участках, в лучших участках, думать о новом человеке, собственно говоря, о человеке, да, о том, каким он должен быть, то есть, в общем-то говоря, невозможно построить никакой идеальный проект без серьёзной работы над человеком, отдельно взятым, над его духовным миром, и, конечно, это очень здорово, что вы этим занимаетесь, и это может стать большим подспорьем для будущего, не только нашей цивилизации, там, восточнославянской, да, но и вообще для мира, потому что, в общем-то, со старыми подходами, не решив вопрос человека, провозглашать какие-то новые проекты, но это очередная утопия будет. Да, Алексей, вы правы, совершенно, да. Это всегда утыкается на тупиковую систему, потому что мы немножко всё-таки люди по-разному мыслят, когда они выспавшиеся, когда они выспавшиеся, когда они в стрессе, когда они не в стрессе, когда они в конфликтных отношениях. А вот эти вот все недостатки, дисгармонии, когда в мире соединяются, это синергия вот этих вот пороков, недостатков, ущербностей, больных, там, всяких фантазий и так далее. Когда соединяются, вот это и силы зла. А когда соединяется именно гармония, когда соединяется доброта с добротой, это силы добра. Ну, поскольку очень много людей на разных степенях развития, а уровень развития даже у одного человека может меняться в зависимости, в стрессе он сейчас или не в стрессе, когда он в стрессе, он даже, чтобы он не знал, какой бы культуры, ему хочется материться. Потому что ему хочется в этот момент каким-то образом сбросить напряжение. Бранное слово. То есть, бронное слово. Выругаться. Борьба. Да, 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 да. Но надо людям это объяснять, потому что, в принципе, есть методики, которые помогают человеку без всякого мата. Спокойно выпускает пар, и когда он это делает дома у себя несколько раз, как упражнение, у него вырабатываются навыки, и потом, когда ему хочется на кого-то там вот это, у него включается уже новый навык, и он может в этот момент вместо того, чтобы ругнуться в этот момент, сразу успокоиться и понять, за что вы ругаетесь. Толку-то от этого нету никакого. И энергию направить уже на решение проблемы, а не на возмущение. Решение вопросов. Да, конечно, конечно. Люди в этом смысле в большинстве своем просто не в курсе. Просто не в курсе, что есть вещи, которые уже, как говорится, в мире научно, научно доказаны и так далее. Ну, просто не в курсе. И поэтому они продолжают по старинке, значит, ругаться друг с другом. Ну что, я... Пьет, вот это я тоже в свое время выпивал, я могу сказать прямо. Я сейчас уже взрослый человек, что мне стыдиться-то? Делюсь опытом. Я выпивал, я не понимал, почему я пью. Честное слово, я не понимал. Потом я понял. У меня травма была, видимо, родовая, потому что я, когда маленький был, я помню, я вот утром рано вставал, если я не высплюсь, у меня мушки перед глазами плавали. Потом, когда я учился в школе на первых уроках, там же по 45 минут урок, так мне тяжело было сидеть, потому что я был не выспавшийся. А другие дети нормально сидели. Видите, я не мог маме это сказать, потому что мне казалось, что всем детям тяжело. И я молчал. Мне же в голову не приходило. И мама об этом не знала, потому что я не говорил, не жаловался, терпел. Ну, это же проблема потом. А потом, когда я уже во взрослом возрасте вина попробовал, мне легче стало, я причастился, как говорится, пристрастился. Да, транквилизатор, конечно, алкоголь же это универсальный транквилизатор. А потом у меня стала вот проблема, пристрастился, а это тупик. Сейчас я не пью вообще ни капли, сейчас я счастливый человек. Нет потребностей просто. Нет потребностей. Ничего не решает алкоголь вообще. Да мало того, когда ты пьешь, у тебя мир отодвигается от тебя. И если тебя спрашивают, то что ты будешь делать через пять лет, например, поедем туда или поедем сюда. Да какой пять лет мне сегодня бы выжить? Вот когда человек пьет, это ужасное состояние. Они мухи, мухи, ада, понимают эти вот. Так вот, я про это хочу сказать. Вот этот вот алкоголь, я не знал, почему я пью. А потом я понял. Теперь я вообще не пью. И поэтому я чувствую радость, я все время чувствую себя счастливым. Я просыпаюсь и в этот момент, Боже мой, такое счастье, что есть жизнь. Вот это понять можно. Ну, мне 71 год, я сейчас это понимаю. Если бы я это понял тогда, сколько бы ошибок я не сделал в жизни. Я был бы сейчас и здоровый, и такой. Да, ну, в общем, много чего, да. Но я же делюсь этим откровенно, откровенно делюсь, что пить не надо, курить не надо, потому что это яд. Есть же более простые вещи. Более простые вещи и надо вообще-то потихонечку это в школу водить, чтобы они научились и хлёст сделать там, и разминку, и шалтай-болтай, и подбирать любые упражнения, которые комфортны человеку, на минутку, чтобы сбрасывать напряжение. И тогда человек лучше развивается, лучше учится, открывает свои таланты, способности. Здорово. Я предлагаю только попробовать нашим зрителям, для того, чтобы попробовать, друзья, есть в описании к этому видео ссылка на канал Хасая Алиева, Метод Ключ, и там первое видео, кажется, да, у вас так и называется целебный ролик, целебный ролик, целебное видео. Вот я хочу сказать, перед сном сейчас, чтобы крепче спать, спокойнее отдохнуть и набраться сил, это, мне кажется, вполне интересная и любопытная вещь, которую каждый может попробовать. Я поэтому... Алло, заслышано, да, сейчас звук есть? Да, меня слышно. Да. Поэтому, друзья, я предлагаю подписка на канал ДНК, подписка на канал Хасая Алиева, и смотрите, и применяйте, потому что, что бы вы ни делали, чем бы не занимались, каким бы, горизонтом не карабкались и какие бы звезды не пытались достать, лучше, правда, когда это будет в состоянии трезвости, психической трезвости, такой, от эмоционального угара, да, от стресса, в свободе, в каком-то ровном состоянии, когда и вы эффективны, и силы есть, и здоровье есть, и решения приняты на ясную голову. Ну, вот, то, что я пробовал сам, это работает. Ну, и спасибо огромное, Хасаю Алиеву, в общем-то, за попытки, вот за этот институт, это особенно интересная, любопытная тема, человек будущего, наука о человечности, я вам желаю крепости сил, духовных, физических, и открытий в познании, открытий в познании человечности, и познании человека, я думаю, что там бесконечные горизонты могут открываться. Спасибо, дорогой Алексей, будут надеяться, мы в скором времени опять встретимся, обменяемся, может, я эту картину закончу, как раз к этому времени, и глаза там будут еще более ясные, и лучистые, потому что свет в глазах смотрящего. Здорово, очень этого тоже вам желаю. И всем друзьям, которые нас смотрели, здоровья, счастья, дружелюбия. Дай Бог. Три точки, друзья, до новых встреч. Всего доброго, спокойной ночи.